Доброе утро, уважаемые трейдеры! Это статистика, которая, будем надеяться, станет хорошей базой для того, чтобы активы показывали ту динамику, на которую мы с вами давно настраиваемся. В целом, позиционно идут уже как обозначение рекомендаций на слабость рисковых инструментов и силу доллара. Собственно, можно сказать, что апрель месяц – это еще и начало очередного квартала. Я думаю, что это новая точка отсчета. Для американцев, будем надеяться, этот квартал будет результативнее, чем прошлый. Кстати, первый квартал 2018 года для доллара стал очень плохим, даже несмотря на ожидания, несмотря на то, что на рынке по фундаменту были основания для того, чтобы эта валюта показала хорошие результаты. Но все-таки в игру вмешался геополитический форс-мажор. Если, скажем, в конце прошлого года мы следили за ситуацией Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи, то сейчас эти геополитические риски были связаны тоже со штатами, но еще с оппонентом Китая. В связи с тем, что из-за протекционистской политики, которую продолжает проводить Америка, есть риски развязывания полноценной торговой войны. Вот, к сожалению, друзья, нам придется какое-то время еще обсуждать эту тематику, потому что действительно более мощного сейчас фундамента на рынке нет. И как бы нам не хотелось фокусироваться на каком-то отчете, либо блоке данных, состоянии сектора, мы должны понимать, что реакция трейдеров на хорошие данные по этим секторам будет настолько сдержанной, насколько, собственно, сильно обострится геополитика в плане действий штатов против Китая, ответных мер Китая против Соединенных Штатов. Вот об этой теме мы сегодня также поговорим, потому что, наверное, вы уже знаете, что буквально вчера Китай принял решение об ответных мерах, которые, собственно, вступают в силу сегодня. Ну, есть несколько нюансов, мы их обязательно затронем. Забегая вперед, хочу сказать, друзья, то, что у нас традиционное такое чередование. Неделя по содержанию экономического календаря довольно пуста, и, собственно, следом выходят, скажем, пятидневки идут, которые уже более насыщены на интересные события. И текущая неделя явно это доказывает, потому что на этой неделе, какой бы мы инструмент с вами не взяли за основу анализа, нам будет чем поспекулировать, будет что подождать и что отыгрывать. А в частности, буквально сегодня у нас в 18.00 по московскому времени выйдут два очень важных отчета по штатам. Это ISM в производственном секторе и индекс разгона инфляции. Помимо этого, до конца этой недели нас ждут отчеты EDP, это частная оценка состояния американского рынка труда, и замыкаться. Собственно, неделя будет Non-Farm Parals. Даже если бы мы и хотели приоценить значение данной статистики, нам бы не удалось это сделать, потому что Non-Farm Parals – это самая настоящая мощнейшая база для перспективы изменения процентных ставок. Как раз с этого, скажем, ракурса мы и будем подходить к оценке текущего фундамента, который запланирован. Очень много отчетов будет по Англии. Статистика по Англии имеет для нас также очень большое значение, потому что мы приближаемся с вами к майскому заседанию и ждем, что ставки будут получены. Соответственно, чем больше у нас в перспективе ближайших недель будет отчетов хороших, позитивных, тем больше у нас будет уверенности в том, что Банк Англии, собственно, примет это решение. А, соответственно, заранее можно закладываться под рост британца, потому что я практически не сомневаюсь, друзья, то, что на майском заседании активность британского регулятора не закончится. Я думаю, что до конца этого года все-таки Банк Англии решится на два повышения процентной ставки. Вот как раз по факту таких ожиданий я уже давно рекомендую длинные позиции по британцу и надеюсь, что многие из вас прислушались к моей рекомендации. Собственно, купили британца довольно давно и, подвоя итоги первого квартала торговли по фунту, мы можем сказать, уже опираясь на то, что мы видим по результатам, фунт показал самый лучший результат. Фактически его рост против доллара составил около 2%. А если посмотреть против отдельных активов еще, то там может быть восходящая динамика даже более выражена. По канадскому доллару также у нас интересная статистика в конце этой недели, то есть вместе с данными по рынку труда США мы будем анализировать еще и рынок труда Канады. Почему эта статистика важна? Потому что рынок труда – это еще одно основание для нас. тоже попробовать подумать о том, а что будет с процентными ставками дальше. И я надеюсь, друзья, что вы помните те аргументы, которые ранее я использовал, торговый канадцем, и понимаете, что, скорее всего, до конца этого года мы лишь будем убеждаться в том, что оснований для роста процентных ставок нет. Поэтому у канадца даже с точки зрения оценки перспектив изменения процентной ставки я рассматриваю только с точки зрения продаж. И USDCAD, соответственно, это пара валютная, которую лично я покупаю уже довольно давно и рекомендую по-прежнему тех, кто еще не присоединился к этой сделке, либо, наоборот, тем, кто продает эту пару, все-таки подумать и проявить активность аналогичную, собственно, той, которую проявляю я. Ну, а теперь давайте подведем вкратце итоги того, что мы видели по основным инструментам на закрытие прошлой недели. Сразу хочу сказать, друзья, то, что у нас окончание недели нетрадиционно, было довольно спокойным, но, опять же, это было связано с пасхальными праздниками. Никаких важных отчетов, важной статистики, поэтому можем лишь говорить о преемственности фундамента и, скажем, то, что было интересно на прошлой неделе. Кстати, сегодня в 16.30 по московскому времени состоится традиционный вебинар, где мы еще раз пробежимся по основным отчетам, посмотрим на те релизы, которые нас ждут на этой неделе, и я обозначу, скажем, цели по самым популярным ликвидным валютным парам. Если у вас есть время, друзья, если у вас интересует фундамент, хотите, скажем, освежить память то, с чем мы работаем в принципе сейчас глобально, по новостным составляющим, с удовольствием вас приглашаю сегодня на вебинар. Что касается нефтянки, собственно, котировки актуальны 69.70. Если мы посмотрим на текущую проторговку, да, она довольно вялая, потому что все-таки еще не все игроки в сборе. Только завтрашнего дня я ожидаю все-таки более интересных движений. Не то, чтобы сразу можно замахиваться на какие-то мощные ралли, восходящие, нисходящие, но, по крайней мере, то, что рынок будет более определенным в своей тенденции, это точно. 69.70 – это открытие с небольшим ГЭПом. Чуть-чуть мы снова поднялись. Опять же, находимся рядом с сопротивлением 70 долларов за баррель. Переломный уровень момента. И на прошлой неделе мы с вами говорили о том, что, оценивая динамику, ту, которую мы видели, из которой работали, можно было сделать вывод о том, что покупатели, да и все, кто следят сейчас за рынком нефти, понимают, что выше 70 долларов за баррель бренд может, конечно же, прорваться, но для этого нужна более мощная фундаментальная поддержка в виде конкретных доказательств того, что США по-прежнему вынашивают идею введения дополнительных, не то чтобы дополнительных новых барьеров, которых мы уже говорили очень много, это санкции в адресе Ирана. Собственно, санкции, которые могут также стать причиной определенного рода недопоставок на глобальный рынок большого количества нефти, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями по оценке спроса и предложений. Но это только лишь вероятность и предположение. Также Саудовская Аравия очень много в последние недели отмечалась сверхоптимистичными документариями, которые не совсем обычны, собственно, для Саудовской Аравии, потому что если мы сейчас закроем глаза, опять же, на перспективы первичного размещения акций IPO Saudi Arango, в котором крайне заинтересована Саудовская Аравия, и вернемся, скажем, к тому, что мы слышали от Саудовской Аравии к рискам для всего Ближневосточного картеля, обозначенным еще около полгода назад, то тогда мы помним, Саудовская Аравия была одним из первых государств, которые допускали возможность все-таки досрочного выхода из соглашения Миналитического пакта, который действует до конца этого года. Сейчас немножечко у них интересы изменились, они активно и нагло, я бы даже сказал, спекулируют, идею искусственного, скажем, нагнетания обстановки, в данном случае позитивного фона, способствующего росту цен на них. Но вы должны понимать, друзья, и я надеюсь, что не только мы сейчас понимаем это, но и, возможно, на большие деньги, которые отвечают за движение, то, что на том позитиве, который пытается донести Саудовская Аравия, расти долго не удастся, потому что это лишь напускной, мнимый позитив. А вот что касается реального фундамента, он, конечно же, больше способствует продажам. Я думаю, что тот незначительный рост котировок, который мы наблюдаем сейчас, связан с реакцией трейдеров на выход довольно неплохих данных по активности производственного сектора, да и непроизводственного пакетара. Эта статистика была опубликована в выходные, по, наверное, факту самих цифр особо не имеет, сейчас смысла перечислять значения, потому что нам важны просто тенденции. И то, что статистика улучшилась, это позволило трейдерам вернуться к идее того, что хорошая макроэкономическая конъюнтура по Китаю будет способствовать более высоким показателям спроса. Нет, нет и еще раз нет, это не так. Потому что отдельные отсчеты, которые мы сейчас видим, они не ломают тенденцию, исключительно нисходящую по активности производственного сектора. По активности промпроизводства и непроизводственного сектора с Китаем все очень плохо. Это просто нужно запомнить, и я думаю, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Это то, почему я считаю, что мы сейчас не должны присоединяться к локальному росту по нефти. Напротив, все-таки должны быть привержены старой идее, в соответствии с которой мы нефтянку продаем. Также хочу отметить, что по-прежнему актуальны риски замедления темпов роста мировой экономики из-за продолжающегося противостояния и роста напряженности в отношениях штатов и Китая. Раньше мы с вами допускали, что стороны договорятся, потому что, собственно, после подписанного документа меморандума Трампа о том, что нужно разработать перечень товаров, в отношении которых должны будут действовать с импортами пошлины в 25%. У нас был коридор временной две недели, и мы все-таки ожидали, что за этот период времени Китай и США смогут найти общий язык. Но вот сейчас Китай немножечко подлили масло в огонь, потому что буквально вчера приняли решение о введении ответных мер. То есть, по сути, можно сказать, что Штаты еще эти меры не приняли, они пока что в подвешенном состоянии. А Китай уже определил тоже такой же аналогичный ответ 25% пошлины на импорт сельхозпродукции и плодово-мощных культур. Но с другой стороны, хочу отметить, друзья, то, что если мы все-таки будем сравнивать доллары, долларовый эквивалент этих действий, то Штаты, как мы помним, замокнулись на показатель сокращения дефицита торгового баланса в 60 миллиардов долларов. А если мы сейчас те меры, которые приняли Китай, тоже переведем цифры денежные, то получится совсем символичная цифра примерно в 1,5-2 миллиарда долларов. То есть, вроде бы как ответные меры очевидны, но цифра и доллары эквивалент позволяют нам говорить о том, что это не полноценный ответ. Возможно, это лишь попытка создать видимость того, что Китай защищает и своих собственных экспортеров, и Китай готов тоже действовать. Поэтому, поскольку ответные меры все-таки не сопоставимы с теми, которые были приняты США против Китая, я допускаю, что мы все-таки еще можем рассчитывать на какой-то позитив, можем рассчитывать на то, что переговоры продолжатся, и в конечном счете эти переговоры приведут к конструктивному решению регулирования экспорта им. Это, в конце концов, будет способствовать все-таки деэскалации напряженности. Но пока на рынке весьма идеальные условия для того, чтобы отыгрываться потенциальное замедление мировой экономики, поскольку якобы противостояние торгового характера между регионами усиливается. Ну, это хорошо, потому что мы нефть продаем, и это лишь еще один повод, почему мы должны это делать. Второй фактор, друзья, который второй по сейчас последовательности, но не по значимости, это рост активности американских производителей, которые, как вы помните, на прошлой неделе вышли на новый исторический максимум. Соответственно, я считаю, что на фоне роста производства в Штатах и на фоне риска, перспективы замедления роста мировой экономики и снижения спроса на нефтянку, у нас по-прежнему, собственно, очень хорошая база и условия для того, чтобы нефть продавалась. То есть, ко всему, мы давайте будем ожидать с вами и статистику от администрации литератической информации на этой неделе. Полагаю, что эта статистика тоже будет на руку нам. Не хотят сейчас быки, а может быть, просто у них нет возможности затащить бренд выше 70 долларов за баррель, и это, на мой взгляд, заметно совершенно сейчас на рынке. Пока котировки держатся ниже, я думаю, что мы можем также поддерживаться прежним взглядом на продажу. Рубль 57.20 полностью копирует то, что происходит на рынке нефти. Не будем повторяться, ожидаем слабости нефтянки. Ждем, соответственно, и последовательное снижение курса российской валюты и восходящего движения пары доллар-рубль в районе 58. Доллар-японская иена на этой неделе все будет зависеть от статистики. И, собственно, первый отчет у нас уже сегодня. Я думаю, что не будет совершенно ни малейшей никакой ошибки сказать, что, учитывая значимость, собственно, активности в производственном секторе от АСМ, учитывая значимость для рынка и важность статистики по разгону инфляции, дальше у нас будет сектор услуг, дальше ADP и non-farm payrolls. Это те данные, которые могут действительно повлиять на решение АПРС относительно процентных ставок. Даже несмотря на то, что в ходе последнего заседания американского регулятора Джером Пау, который возглавляет сейчас Федеральную резервную систему, отметил, что до конца этого года оставки могут поднять после прошлого решения о росте процентных ставок еще дважды. Я думаю, что мы по-прежнему можем, может быть, небольшой долей такого напускного позитива, но уверить то, что агрессивность вот этих темпов повышения ставок будет более выражена. То есть, возможно, до конца этого года АПРС поднимет процентную ставку еще трижды. Но нам нужно получить доказательства того, что условия для этого есть. И я думаю, что эти доказательства на рынке будут обозначены. Стоит только non-farm payrolls в результате ожидания экспертов, аналитиков рынка. Больше даже нас интересует динамика по росту заработных плат, потому что чем лучше будут заработные платы, тем больше условий для разгона инфляции. Возможно, мнение Джерома Пау, который также отметил, что не видит причин и не видит оснований для роста инфляции. Может быть, переломный момент статистики тоже будет достаточным, чтобы переведить его. В общем, в отношении доллара, друзья, я думаю, что мы, как и раньше, можем сохранять длинные позиции. Позже на этой неделе, опять же, оценивая такую локальную картину, я дам конкретные уровни, которые можно будет использовать для, в том числе и как осрочных спекуляций. Фонд против американца. Новостной фонд ни грамма не изменился. У нас, вклад, не было интересной статистики на прошлой неделе, но эта неделя уже совершенно другая. На этой неделе у нас активность в производственном секторе, в правительстве и в сфере услуг. Это три ключевых сектора национальной экономики британской, от которой зависит темп экономического роста. Посмотрите на прогнозы, на ожидания, вы увидите, что в целом ожидается хорошая динамика, неплохие цифры, которые могут подстегнуть уверенность трейдеров в том, что ставку в мае Банк Англии все же повысить. Я предлагаю использовать точно такой же подход, потому что сейчас происходит с британцем. Также не забывать о том, что у нас еще и позитивный фонд, связанный с переговорами по Брэкзиту. Я, правда, слежу за, конечно же, этим новостным фоном, друзья, но на этой неделе вряд ли мы получим какую-то конкретику к последующему этапу переговоров, потому что следующий этап переговоров стартует, по-моему, через две недели. Но периодически все равно комментарии со ссылкой на Брэкзит на рынке появляются, и мы можем с прежним позитивом ждать, что эти комментарии будут способствовать росту фунта. Фунт-доллар – это идея, пожалуй, единственная по риску, которая относится к категории длинных, то есть фунт – это единственный из рисковых инструментов, который лично я продолжаю покупать, уровни выше 1,43 – это в качестве цели. Австралийцы против доллара сегодня на позитивных данных по Китаю немного вырос, однако сейчас тенденция, ситуация меняется, австралийцы начинают немного уходить на отрицательную территорию. Котировки на текущий момент 0,7675. Мы ждем сначала австралийцы на отметке 0,75 и дальше уже цели от Моргенстенда и прочих инвестбанков, которые я вам отмечал, 0,70. Завтра очень важный день для австралийцев, потому что будет озвучено решение по процентным ставкам, будет выполнено сопроводительное заявление. Я надеюсь, что рынок, который, может быть, некоторое время назад потерял интересы к политике, которую проводят с Резервным банком Австралии, на рынок этой идеи снова вернется после того, как Резервный банк Австралии подтвердит целесообразность сохранения низких процентных ставок, поскольку инвестиция по-прежнему далека от цели. В общем, завтра я ожидаю именно такой комментарий и надеюсь, что австралийцы без каких-либо сюрпризов отреагируют на эту новость и отреагируют распродажами. По канадцу уже в двух словах рассказал. На этой неделе у нас занятости, ближе к концу недели также активность в промышленном секторе и торговый баланс. На торговый баланс я предлагаю в этот раз обратить побольше внимания, потому что лично мне интересно, насколько сильно просел экспорт нефти. Очень важный сырьевой ресурс и показатель всей статьи, скажем, всего торгового баланса. Мы буквально с вами месяц назад констатировали то, что из-за высоких показателей нефтепроизводства в Штатах нефтепрерабатывающие заводы, по сути, заполняются сырьем внутреннего производства. И снижаются закупки, снижается импорт США из регионов, которые раньше были основными поставщиками. Из-за географической близости, вы помните, Канада по сути зависит от американского рынка сбыта по нефтяному сектору. И на текущий момент из-за того, что закупки снижаются, канадские производители нефти уже поставляют нефть с колоссальным дисконтом, уже работают на уровне, по сути, на грани рентабельности. И я думаю, что картина будет только ухудшаться, потому что мы видим то, что американские производители из недели в неделю увеличивают производства и, собственно, заполняют свои резервуары и хранилища за счет сланцевой добычи. То есть они, по сути, все меньше и меньше зависят от внешних импортеров. Уверен в том, что эта новость и просадка показателей экспорта по торговому балансу может стать тоже хорошей базой для ослабления канадского доллара, потому что чем, скажем, ниже показателей экспорта, тем больше вероятность снижения темпов экономического роста. Мы помним, что на прошлой неделе экономика Канады в оценке, скажем, месячной очень серьезно просела, и это лишь подтверждает ту тенденцию, что конъюнтура резко ухудшилась, и на основании этого Банк Канады фактически уже подтвердил то, что ставки повышаться более не будут. Я бы в связи с этим, друзья, не советовал тем, кто раньше осматривал Канадца с точки зрения покупок, сейчас искать больше, скажем, поддержки для этих идей статистики, потому что вы будете со временем очень сильно разочарованы, особенно будете разочарованы, если промерите, скажем, сейчас с закрытием длинных позиций по Канадцу, и будете его, точнее, продавать. Я думаю, что USDCAD фактически сейчас находятся на пороге тестирования сопротивления 1.30, и дальше они будут гораздо выше. Нужно вовремя, скажем, сесть в этот мощный состав, который, скорее всего, будет в этом квартале также поддерживаться еще и ростом доллара. Друзья, это что касается важных отчетов, важных событий в предстоящие дни. Я думаю, что по мере дальнейших торговых сессий по хронологии выхода статистики у нас будет больше аргументов. Я, собственно, предлагаю тогда на этом заканчивать. Увидимся мы с вами сегодня в 16.30 по московскому времени еще на вебинаре для тех, кто посещает брифинги, как и всегда, без исключений, иногда только они, правда, бывают. Это прямой эфир в 9.30 по Москве, соответственно, завтра он пройдет, как и всегда, ровно по расписанию. Сегодня мы немного затянули, опять же, с рядом инструментов. Я еще хотел сказать пару слов про крипторынок. Давайте тогда завтра после сектора энергетического, после нефти перейдем сразу на криптоиндустрию, посмотрим за тенденциями, которые сейчас характерны для этого рынка и в целом ориентиры, которые еще сохраняются в актуальность. Но я надеюсь, вы помните, что крипторынок мы с вами продали очень давно и в качестве цели у нас был обозначен уровень 6 тысяч долларов по биткоину. Сейчас до этого уровня остается все меньше и меньше. Хотя, с учетом того, как быстро надо ставить подъемы продаж, я думаю, что рынок криптоиндустрии и бичмарка всей крипты могут стащить даже ниже этой планки. Это, скажем, прелюдия к завтрашному фундаментальному обзору, который мы проведем. Хороший, друзья, вам торговой недели. Безусловно, удачной текущей торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.